здравствуйте драгоценные мои друзья ну что же давно мы с вами сказочек с вами не читали поэтому в сказках всегда что-то такое прямо взбадривают они меня друзья мои поэтому давайте давайте начнем сегодня индийские сказки открываю индийские сказки еще тут самое о сказка ведьма но друзья мои вы знаете мою любовь к этим таким отвратительным мерзким вонючим ведьмам которые часто притворяются такими прямо такой голосок да вот там ути-пути прямо как скрипочка напоминает кваканье жабы а друзья мои возле нашего с вами канала ох уж этих жаб крутится ох уж этих жаб и очкастые есть и такая какая-то мерзкая смазанная пальмовым маслом тоже такая тетя мотя да друзья мои тоже ведьма кружится не могут оторваться знаете как как мухи которым намажут медом они все прилипают и до свидания и жужжат и воняют а толку нету все попались так что друзья мои мы с вами охотники на этих злобных ведьм из пряничных домиков которые постоянно почему-то они любят очень друзья мои маленьких детишек но друзьям и ладно relación сказка видео индийская сказка между прочим и жила-была старая ведьма ходила на по свету искала маленьких детей и съедала их друзья мои наша тема наше тема четко можно прибавить жила-была старая ведьма которая звали польмира ну это такая громкое имя на 7 присвоила атак ее звали совсем по другому который жрала маленьких детей И продолжает их жрать до сих пор Видите, тогда в Индии и сейчас Ничего не изменилось Однажды шла на полюсу И у подножья горы на большой поляне Увидела пастушка со стадом коз Пастушок был красивый Здоровый, толстый мальчик Подошла к нему ведьма и сказала Да будет жизнь твоя долгой, сынок Достань-ка мне плодов Вот с этого дерева Как же я достану, если не умею лазить на дереве Ответил мальчик А ты ногой встань на сухую ветку А другой рукой хватайся за зеленую Сказала ведьма Мальчик послушался и когда полез на дерево Сделал так, как научила его ведьма Но едва он встал ногой на сухую ветку Как-то сразу же сломалась А ведьма уже стояла под деревом С раскрытым мешком И мальчик упал прямо в него Ведьма завязала поскорее мешок и пошла домой Ну тоже ведьма, друзья мои, такая крепкая Старуха-то была Знаете, вот попробуйте Ну мальчик, который паскос Ну значит ему, ну явно, наверное Ну лет семь-десять Да, то есть это уже так Ну как по весу, как его взять Ну где-то килограмм там Двадцать может быть, а то и двадцать пять Да, то есть такой мальчук Двадцать пять кило Этого гирю пойдите и возьмите Вот так сказать И понесите Долго вы ее пронесете То есть тут А ведьме-то она у нее В охотничье угодит Она шастает по дорогам Там мальчуганов высматривает И там по детским садам Шастает по школам Везде там мальчик Хочет конфетку Там девочка Туда-сюда Все, как говорится И жрет их потом Ну значит вот крепкая такая Старуха-то была Жилистая такая Старуха такая Шватценеггер Да, вроде Тощая такая Злобная Но, ну так сказать Видите Таскала мальчуганов А это, как говорится Профессион де фуа То есть профессиональная обязанность Хочет жрать Умей таскать мальчуганов И таких больших Вот на сколько ей мальчик хватит Двадцать пять кило Ну не знаю Там, ну наверное Неделю можно жировать Такой этой зловещей ведьме Ну она там может еще собирает Всяких чертей Всякую нечисть Каких-нибудь там Живодеров там Ну обычно Возле них Возле этих ведьм Кружится Кружится всякая нечень Такие подпевалы Кулацкие Которые Она там Потрошка свежие дает Или еще что-то Вот Вот, друзья мои Мы прижмем им хвосты Накрутим Ладно Значит мальчик Ну мальчик дурачок Блин У меня свои дела У меня тут козы А ты старый Иди там Хочешь фруктов Потряси дерево Там посмотри Если есть фруктовые деревья Здесь наверняка Лежит что-то возле Возле этих деревьев Посмотри Скушай себе А нечего лазить Хочешь сама Лазить свои кости ломай Ты вон старуха жилистая Как говорится С тебя останется Ну видите Мальчик был вежливый Пионер наверное Или октябренок Ну в Индии Тогда не было Ни того ни другого Такие индийские Октябрята Ребята То есть как бы Старшим помогаем Место уступаем А вот видите Тут бывает Уступишь место И все И попал В кастрюлю В котел Значит Ну да Упал Мальчик был тяжелый А дорога шла в гору Устала ведьма Захотелось ей пить Увидела она В стороне ручей Остала в мешок С мальчиком на дороге И пошла попить воды А в ту пору По дороге проходил путник Мальчик услыхал шаги Из мешка Прохожий Хороший дядька оказался Развязал мешок Мальчик вылез А мешок положил А в мешок положил Осиное кнездо Ведьма вернулась Подняла мешок И пошла дальше А вот прохожий Да Вот как бы Нет чтобы ведьму дождаться Тоже он был Хороший Но трусоват Выпустил мальчонку И сам дунул Видно Сказал Ну его это С ведьмой свяжешься Все Пиши пропал А еще узнает Что я ее это Лишил еды Там Ну заколдует В общем видите И сейчас тоже Многие боятся ведьм А ведьм не надо бояться Ей надо на хвост Соли четверговой Насыпать И как говорится Геть крикнуть И под зад ей Этой Какого Какой-нибудь Мешалкой дать Вот тогда С ведьмой справитесь Но многие из вас Боятся колдовства Ну вот это Ваша беда Ладно Значит Ведьма вернул Подняла мешок Мешок пошла дальше Пришла домой Встретила ее дочь И спросила Что в мешке Принесла я тебе Мясца хорошего Ответила ведьма И отдала мешок дочери Та хотела его Сразу же развязать Нет-нет Закричала ведьма Неси ее в дом Там развяжешь А то еще убежит Внесла дочь мешок в дом Развязала И начала вытряхивать Из мешка вылетели осы Набросились на нее И стали жалить С криком бросилась Дочь к матери Что случилось Спросила ведьма Не видишь разве Что меня осы скусали Пожаловалась дочь А ты говорила Что хорошего мясца принесла Поняла ведьма Что пастушок ее обманул На другой день Ведьма опять взяла Свой мешок И пошла из дома И опять повстречала Того же самого пастушка Сынок Сказала ему ведьма Я голодна Сорви мне плодов с дерева Уже жестко так Не стану Ответила мальчик Ты старуха И вчера сюда приходила Не мальчик Посмотри У меня зубы золотые А у вчерашней старухи Таких не было Вот какая Видите Переметр Действительно У вчерашней Были другие зубы Там Так сказать Металлокерамика А у этой прямо золото Как у цыганки Прямо Посмотрела Аж блеск в глазах Не умею я Лазить на деревья Еще упаду А ты не бойся Сказала ведьма Ты ногами вставай На зеленые ветки А руками держись За сухие То есть Другая схема Полез мальчик на дерево Ветки тут же обломились И он с шумом полетел вниз Опять угодил он мешок К ведьме Обрадовалась она Уж нынче Я не упущу Такой лакомой добычи Взвалила ведьма Мешок на спину И понесла домой Дорога шла Мимо деревни А в деревне Кому угодно Все уж дети пропадают Смотрит старуха Все знают уже Да Вот даже мальчик Уже догадался Что это ведьма Но она Видите Морды свои Меняла Лица Так Посмотришь То в очках Таких Такая Хихикала То значит Как говорится Такая Морда Как будто Она Аршин Ну в общем Разные были Физиономии Отвратительные Напоминает Неких граждан Которые мы С вами Иногда Наблюдаем Рядом С нашими Каналами Вьются Такие Мухи Навозные Жирные И вонючие Так Ладно Это я тут Разгорячился Извините Извините Драгоценные Мои Друзья Это личное Значит Ведьме Надо было А дорога Шла мимо Деревни Ведьме Надо было Кому-то По делу Зайти Недалеко От дороги Работала В поле Пахарь Ведьма Попросила Его Постеречь Мешок А сама Пошла В деревню Ну видимо Там приправы Взять В магаз Заскочить Действительно Перчик Взять Лаврушечки Потому что Так Она любила Вкусно Поесть Мальчик Подождал Пока Ведьма Отошла И закричал Эй Братец Пахарь Выпусти Меня Из мешка Я помогу Тебе Пахать И навоз По пулю Разбрасывать Пахарь Выпустила Его А мальчик Набросал В мешок Земли Камней Ведьма Вернулась Взвалила Мешок На спину И пошла Дальше Камни Мешке Больно Терли Ей Спину Проклятый Мальчишка Уперся Видно Мне В спину Коленками Подожди Еще Скоро Попадешь В мой Котел Бронилась Она Себе Под нос Пришла Ведьма Домой Развязала Ее Дочь Мешок Вытряхнула Из него Посыпала Земля До камня От злости Ведьма Опять Заскрежетала Думами Снова Удра Мальчишка Ну погоди Сегодня Удалось Скрыться От меня А уж Завтра Я тебя Обязательно Съем Да Друзья Мои Тут Уже Дело Чести Ведьминской Именно Вот Никакого Другого Мальчугана Потому что Сколько Она Этих Мальчиков И девочек Переела Ох Сколько Там Если Посмотреть За ее Избушкой Там Костей Костей Видимо Невидимо Просто Жрала Каждый День По ребенку А вот Этот Попался Такой Ну как Глупый Мальчик Второй Раз В один Мешок Попасть Знаешь Даже Если Это Морду Не Узнал Сказ Да Ну А старух Ходите Здесь Потом Как Говорится Ну Все Точно Был Октябренком Бывшим Любил То есть Старост Надо Уважать А не В попу Провожать Друзья Мои Странные Слова Какие Значит На третий День Ведьма Запарил Эта Ведьма Сынок Сорви Меня Плодов С дерева Ну Блин На этот Фокус Ищи Дураков Сказ Саечка Тебе За Невежество Третий Раз Я На Туфту Не Куплюсь Иди Отсюда Старуха Пока Сы Издали Камнями Крепкая Старуха Но Бегала Плохо То есть Мальчуган Был По поводу Своей Юркости Издали Кидался В нее Камнями Ну И Как Говорится Но Видимо Боялись Они Колдовства Подумал Что Семью Семью Заколдут Ну В общем Значит Сорвим Плодов С дерева Не Стану Значит Сказал Мальчик Ты Уже Не Первый Раз Сюда Приходишь Нет Сказал Видимо Ты Ошибся Ведь Я Родня Твоей Матери Эх Аргумент Еще Хуже Родственники Еще Хуже Бывают Чем Эти Колдунь Не Умею Я Лазить На деревья Сказал Отмять Мальчик Упаду Еще Не Упадешь Наставила Ведьма Я Буду Снизу Держать Тебя За ноги Полез Мальчик На дерево Ведьма Дернула Его За ноги И Упрятала Мешок Как Не Кричал Мальчик Она Накрепко Завязала Мешок И направилась Домой На этот Раз По дороге Уже Нигде Не Останавливалась Прямо Вся В поту Там Но Думает Блин Мешок Оставишь Все Мальчуган Тут же Смоется Пришла Ведьма Домой Отдала Мешок Дочери Сказала Ну Теперь Уж Я его Точно Принесла Поедим Мы С тобой Сегодня Вдоволь Ты пока Займись Трепней А я Скоро Приду Ведьма Ушла А дочь Развязала Мешок И Выпустила Мальчугана Мальчик Стал задабривать Ее Ласковыми Словами Ну А дочушка Тоже Такая Людоед Вы думаете Что такая Милая Девушка Была Такая Блин Тетка Там Тоже Жирная Такая Злобная Ну Ласковые Слова Подействовали Ты Наверное Устала Рис Толочь Дай Я Тебе Помогу Дай Мне Пест А сама Насыпай Рис Из ступы Взял У нее Пест И принялся За работу Доздавшись А мальчик Пустился Наутек И прибежал Домой О как То есть Мальчик Грохнул Эту девушку Ну Она Как бы Не виновата В чем Ну Она Может Не знала Вы скажете Откуда Не знала Она Мальчуганов Резала Потом Наверное Кто же Не ведьма Резала А дочурка Людоед Так что Ей В общем Нормально Он ее Там По затылку Дал Пестик Знаете Какой Каменный Там был Все До свидания Вернулась Ведьма И увидела Возле ступа Мертвую дочь Вот Тогда-то И узнала Что такое Материнское Горе Первый раз В жизни Пришлось Ей Самой Это Испытать Заплакала Она Горькими Слезами Казалось От горя Сама Вот-вот Умрет И с того Самого Дня Навсегда Перестала Ведьму Ловить И есть Маленьких Детей Все Странно Друзья Мои Обычно Такие Ведьмы Не Справляются Мне кажется Она Этого Мальчугана Так что Это тут Мне кажется Вряд ли Такие Ведьмы Не Справляются Посмотрите На эти Морды Ну Как Кого Вы знаете Вот эти Ведьминские Рожи Пальмы И все Остальное Всякая Жаба Ну Куда Они Справятся Посмотрите Только Так Сказать Только Хороший Осиновый Кол И Костер Инквизиции Может Остановить От пожирания Свежей Плоти Поэтому Здесь Сказка Наверное Что-то Я не очень согласен Видимо Все равно Должно быть Продолжение Ведьма 2 Ведьма 25 Мальчуган Правда Хитрый Но пока Он Видимо Саму Ведьму Не грохнет Тут Уж Ничего Не остановится С дочуркой Здесь Не прокатит Ну Ладно Драгоценные Мои Друзья Вот Сказка Такая Зловещая Сказка Про Зловещих Людоедов Которые Тем более Детей Жрут Вы Думаете Сейчас Таких Нет Да Полно Детскую Энергию Жрут Почем Зря Вот Эти Злодейские Бабули Все Драгоценные Пока Счастливо